Дорогие телезрители! Абсолютно новая книга Кэтрин Валенте «Девочка, которая воспарила над волшебной стороной и раздвоила луну». Ох, как сложно! Как красиво! Книга предназначена для детской аудитории среднего и старшего школьного возраста, особенно для тех, кто уже самостоятельно умеет читать и любит книги в жанре детского фэнтези. Сама Кэтрин Валенте – это американская писательница, которая также пишет не только в прозе, но и сочиняет стихи, является литературным критиком. Конечно, такое красивое имя – это псевдоним. Автор известен под другим своим именем – это Беттани Холмс. Беттани Холмс. А также у Кэтрин Валенте особая стилистика, она работает в так называемом миф-панке. То есть что это значит? Она берет какие-то сюжеты общеизвестные, какие-то клишированные герои, которые уже ранее встречались в сказках, мифах, легендах, и переносит их в свою реальность, создает свое новое, так скажем, фантазийное пространство. А в общеизвестных мифах? То есть если читать, то мы узнаем их? Ну, например, вот эта вот девочка по имени Суббота, которая является… Суббота, да. Ну, можно сказать, фактически Пятница Робинзона. Да, да, да. Некоторый вот такой вот, скажем так, отсыл к Робинзону Крузо. Главная героиня этого цикла «Волшебной страны» чем-то напоминает по сюжету иногда «Алису в стране чудес», иногда «Хроники Нарни», когда главный герой переносится в какую-то волшебную, загадочную страну, ну, и не находится там постоянно, а переносится, да, с определенными событиями, когда там происходят проблемы, какие-то беды, которые надо решать. Интересная экранизация случится в этой книге? Ну, вполне возможно, потому что книги Катрин Валента, они признаются бестселлерами «Нью-Йорк Таймс». Ну, значит, точно будут снимать. Давайте идем дальше. Еще одна новинка для тех, кто очень любит задаваться вопросами, так сказать, люди пытливого ума, это книга «The Question». Пытливый ум, держи. Это я, не то, что ты. И при этом блок «История». Ну, что такое «The Question»? Это сетевой ресурс, на котором каждый желающий может задать вопросы на абсолютно любые темы, ну, в разумных пределах. Вопросы разделяются по различным блокам, вот в том числе и блок «История». Каждый желающий может задать семь вопросов, но при этом все-таки на один вопрос других пользователей он должен выступить экспертом. И так создается сеть как раз вот тоже людей по интересам, друзей по интересам, которые задают вопросы и отвечают друг другу. Данные вопросы были отобраны, и самые интересные из них группированы в книге. Данная книга, вторая в этой серии, посвящена блоку «История». Здесь можно найти вопросы на совершенно любые темы. На тему, например, альтернативной истории. Что бы было, если в 91-м году Советский Союз не распался? Или что бы было, если бы Адель Гитлер выиграл Вторую мировую войну? Ой, что бы было. Эксперты какие-то. Эксперты отвечают, ну, прогнозируют, что могло быть. А, проект это российский? Да, да. А, он исключительно российский, просто по названию. Да, да, да. Я думал, что международный. А вот здесь, значит, и перечислены имена тех, кто отвечает. Вот из известных мне Михаил Зыгарь, видимо, и Сванидзе. Ну, в данном случае отобрали те ответы, экспертами на которых выступали доценты кафедры при университете, кандидаты наук, профессора, различные писатели, которые публикуют свои собственные колонки. Ну, то есть, действительно, эксперты. А как темы синхронизированы в книге? Есть тема отдельно, например, по альтернативе, то есть, это альтернативная история, по реальным событиям, по эпохам, по личностям. Ну, вот, соответственно, раздевают. Потому что, ну, интересно, вот в качестве подарка любителю, вот, опять же, на такую пытливому уму это как раз-таки подойдет. Ну, действительно, очень интересная тема раскрывается, например, была ли Жанна Даркблондиткой или брюнеткой, использовала ли Адоль Гитлер неномотивную лексику в своих речах. О чем в учебнике истории не напишешь. Да, о чем мы молчали в учебнике истории. Очень быстренько тут вот зачитаю вопрос, последний, который в книге есть. Какой была бы Припять, не будь чернобыльская катастрофа? Подпись «Безусый атомщик». Видимо, оттуда и водом. Интересные вопросы, я думаю, что интересные ответы. Давайте идем дальше. И замечательная книга о дружбе от Джона Долана. В тему нашего эфира. Называется «Джон и Джордж». Эта книга посвящена дружбе не двух людей, а человека и собаки. Это действительно реальная история, которая, ну, произошла, можно сказать, несколько лет назад и стала современным мифом. Джон Долан – это безработный, бездомный, который занимался пропитанием, находил пропитание с помощью грабежа, который более 300 раз попадал в полицию, 30 тюремных сроков. И вот в какой-то момент его жизнь кардинально изменилась. Ему так случилось, что подарили маленького щенка. Именно Джорджа. И в человеке проснулась уже в сознательном возрасте ответственность. Он понял, что сейчас он ответственен за вот это живое существо, стал относиться к собаке как к своему собственному ребенку. Ради этого он решил зарабатывать легальными способами. Сначала он начал просить милостыню, потом решил, что это, ну, как бы несколько недостойный способ заработка взрослого человека, у которого, как бы, полноценные руки и ноги. Ну, соответственно, он начал рисовать иллюстрации своего любимого питомца на фоне лондонских улиц. И постепенно он начал продавать эти рисунки по несколько баксов. Ну и, соответственно, в один момент ему улыбнулась удача, его увидел хозяин галереи, предложил выставить эти рисунки. И вот после этого Джон Долан стал известным художником. То есть вот здесь описывается как раз-таки судьба его, да? Судьба, да. Ну и надо сказать, что теперь Джон не говорит «я», он говорит всегда «мы». Теперь он зарабатывает совершенно другие деньги, он продает картины по несколько тысяч долларов. Но при этом его можно встретить на лондонских улицах. Точно так же он сидит и рисует своего верного друга. Здорово, поехали дальше. Еще какую книжку принесла? Ну и последняя книга также является биографической. Написал ее Грег Стейнмэц. Посвящена она самому богатому человеку на свете, который когда-либо жил. Это история Якоба Фугера. Это известный коммерсант 16 века, который первоначально занимался торговлей мехами, но впоследствии стал фактически человеком, который управляет денежными потоками всей Европы. Он начал выдавать кредиты, постепенно подмял под себя все горнодобывающее производство. И надо сказать, что самые сильные влиятельные политики мира были зависимы денежно от Якоба Фугера. Так, например, Карл V Гагбур был очень должен существенную сумму Якоба Фугеру. Сам Грег Стейнмэц, автор этой книги, первоначально хотел написать очерк буквально на двух-трех страницах про вот этого великого человека, у которого состояние на данный момент бы оценивалось 200 миллиардов долларов США. Но впоследствии вот так тема эта захватила, что он написал полноценную книгу. Писал ее в течение 7 лет, потому что информация хранится в основном только в немецких источниках. Все написано на немецком языке. Он очень много обработал библиотечных архивов, но вот и издал полноценную книгу про самого богатого человека на свете. Интересно. Оказывается, как оно было. Друзья, у нас в гостях была Ольга Городничева, которая рассказала о самых интересных книгах на эту неделю. Читайте книжки, давайте будем умнее. Увидимся с Олей в следующую среду. Ну а далее у нас сюжет. Расскажем вам, что такое Трайбл. А потом встретимся, подведем итоги СМС-сообщений и подарим вам билеты. Не переключайтесь. СМС-сообщений и подарим вам билеты.